Мир вам, братья и сестры! В самом начале я хочу, чтобы еще раз вы вспомнили тот стих, который читал брат впереди меня, «Завод праведники, и Бог слышит их, и от всех скорбей избавляет их». Возможно, кто-то из вас проходит через какие-то испытания или скорби. Я хочу через эту проповедь дать вам направление и совет, как вы можете просто избавиться от них. Я думаю, что многие из вас волнуют такой вопрос, который сегодня уже был поднят. От чего зависит ответ Божий? От чего зависит помощь Божья? Почему она не всегда приходит так, как мы этого ожидаем? На эти и другие вопросы я хочу ответить через проповедь на тему, как быть эффективным в жизни. Как быть эффективным в жизни, как построить жизнь свою, чтобы это не было просто каждодневная суета. Но как ее построить так, чтобы намечать цели и достигать их, чтобы иметь в результате наших деяний и результат хороший, и плод. И основной стих, который я предлагаю и хочу, чтобы вы услышали, это стих с Иоанна, с 12 главы, и я прочитаю один стих, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, павши в землю, не умрет, то станется одно, а если умрет, то принесет много плода». То есть, другими словами, Иисус Христос здесь говорит точно, точно, точно говорю вам, если пшеничное зерно, павши в землю, не умрет, то оно будет одно, а если умрет, то принесет много плода. И если вы, например, как христиане, верите в размножение пшеницы, то вы должны поверить в той истине, которую я сейчас читаю. Благодаря размножению зерна мы имеем ароматный хлеб на наших столах, то есть мы имеем пищу. Но мы все это имеем в результате очень одного, очень важного действия. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, написано, то будет одно, «А если умрет, то принесет много плода». Безусловно, нам нравится результат. Мы ожидаем результата, мы нуждаемся в этом хорошем плоде. Но нам не очень приятно слышать, а тем более проходить через вот этот процесс умирания. Но именно этим путем прошел Христос. Он пришел в мир, и Он умер за грехи человечества. Именно Христос был тем зерном, которое было положено в землю, и которое в результате умерло, но умножение пришло благодаря этой смерти. Нам не хочется иногда умирать для себя, для своего эгоизма, но умножение не придет, если мы не пройдем через этот процесс. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание на некоторые истины, которые записаны Иоанна 6 глава и Матфея 14 глава. Здесь идет речь об одном и том же, как Иисус Христос в свое время накормил несколько тысяч голодных. Иоанна 6, 5 написано так, Иисус, возведя очи и увидев множество народа, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлеба, чтобы их накормить? То есть, где нам взять пищи? И Иисус это говорил не случайно. Что прежде всего волновало Иисуса, когда окружали Его люди? Его волновало не количество людей, но их нужды. Не то, сколько сегодня пришло, чтобы Его послушать, но сострадание к их нуждам и конкретным людям. Он смотрит на человека, как на объект, которому он должен проявить любовь. И Христос всегда это делал. Он жил для людей. Иногда человек пытается жить просто своей жизнью или жить для себя. В результате в этого человека может быть много проблем. Ему никто не помогает. Это часто происходит потому, что вы не помогаете другим. Что же предлагает всем нам Христос? Что Он сказал или сделал в то время? Он сказал, вы дайте им есть. Вы можете следить за мной, если вы откроете Матфея 14 главу. Сейчас я напоминаю 16 стих. Вы можете открыть и следить за этим местом Писания. Вы дайте им есть. То есть, это ответственность наша. В чем эта ответственность состоит? Если люди пришли к нам, к вам пришли, то наша ответственность их накормить. Если у человека достаточно было веры, чтобы прийти в церковь, то у нас должно быть достаточно веры, чтобы человек в церкви остался. Ни одного человека случайного в доме молитвы не бывает. Но если человек уже пришел и по какой-то причине не остался, не надо обвинять других, это наша ответственность. Библия говорит, вы дайте им есть. То есть, другими словами, если человек пришел в дом Божий и ушел оттуда сытым и довольным, он пожелает снова туда возвратиться. А Библия говорит, что не одним хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И если человек получает питание для своей души, для своего духа, он снова в этом будет нуждаться, и он снова возвратится на то место, где его в свое время благословили. Вы дайте им есть. Не имеется в виду один человек, не имеется в виду пастырь, но вы дайте им есть. Как часто люди относятся к этому призыву. Давайте почитаем некоторые стихи. Пятнадцатый стих. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики и сказали, место здесь пустынное, а время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Христос выбрал для своей проповеди не лучшее место, пустынное место. И когда собралось там несколько тысяч народу, возникла та проблема, о которой я сейчас читаю и говорю. И ученики ему говорят, место пустынное, время позднее, ситуация безнадежная, пожалуйста, что-нибудь предпринимай, потому что люди голодны. Филипп отвечал ему, им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы немного. То есть денег надо много. Решить проблему мы эту не можем. Все. Бог говорит, вы дайте им есть. Люди отвечают, место здесь пустынное, время позднее, им и на 200 динариев недостаточно будет пищи. Все. Часто в нашем окружении встречаются люди, которых можно назвать одним словом проблематики. Проблематики – это люди, которые не только видят проблему, но озвучивают и усиливают ее. С этими людьми очень сложно работать или что-то решать. Если вы предложите ему что-нибудь сделать, он скажет «уже поздно». Что-то попросите принести с улицы, он скажет «дождь идет». Вы попросите ее сходить в магазин, он еще какую-то причину придумает. Он сделает все возможное, чтобы эту работу не делать. Тысячи вариантов в свое оправдание. Вроде бы все внешне выглядит красиво, разумно, но цель только одна. как бы сделать так, чтобы эту работу не делать. А есть люди, которые приносят решение проблем, у которых нет проблем не потому, что их нет, а потому, что они их решают с Божьей помощью. Слава Богу за таковых. Это люди-созидатели. Это люди, которые говорят «нет проблем, я эту проблему решу с Божьей помощью, я не подведу вас, я это непременно сделаю». Что у них было, чтобы эту проблему решить? Написано, в результате поиска они обнаружили, что был только один мальчик, у которого было пять хлебов и две рыбы. Есть здесь у одного мальчика пять хлебов, ячеменных и две рыбки, но что это для такого множества? Все. Но слава Богу за то, что есть. Здесь очень важный призыв, как быть эффективным в жизни. Начинай с малого. Обрати внимание на то, что ты имеешь. А потом принеси все это Иисусу, который способен благословить все это и приумножить. Проблема часто в том, что этого мальчика мы не находим. Удивительно, что возможно там были законники, книжники, священники, не знаю, но люди были разных сословий, но у них ничего не оказалось, чтобы можно было бы размножить. Вы помните ту девочку, которая принесла исцеление Нейману, которая рассказала, что есть в Израиле пророк по имени Елисей. Он может тебе, Нейман, помочь. И благодаря участию этой маленькой девочки в судьбе большого военачальника, его жизнь изменилась, и он получил исцеление. Слава Богу, что такие люди есть. Слава Богу. Их не так много. Часто Бог использует что-то такое ничтожное, что-то такое, что маловажное. То есть посылает помощь через того человека, откуда мы ее совершенно не ожидаем. Но у Бога всегда есть люди, которых Он готов использовать. Это сосуды веры, которые приносят не проблемы в обществу, а приносят решение этих проблем. Слава Богу за этих людей. Дальше, что было потом? Иисус сказал, принесите все это ко Мне. И написано, это основной стих, который я хочу положить в основании своей проповеди. И велел народу возлечь на траву, и взял пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил, преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Итак, мы будем двигаться сейчас по этапу, шаг за шагом. Первое, что Он помолился, Он обратился к Отцу Небесному, возрел на небо. Потом написано, благословил. Потом преломил. Потом всем раздал. Служение, которое мы будем совершать сегодня, называют его преломлением. Это служение, когда мы вспоминаем смерть и страдания Иисуса Христа за грехи человечества. Я уже говорил, что Он был тем зерном, которое было положено в землю. И Он умер, чтобы я мог жить. Как это относится ко мне и к нам? Какой урок я могу извлечь лично для себя из всего этого? Итак, первое, что сделал Бог, это Он благословил. В Библии написано, благословение Божье, оно обогащает и печали с собой что? Не приносит. Вы любите благословение Божье? Я знаю, что любите. Я тоже люблю. Нам нравится что-то принимать хорошее, получать хорошее. И здесь написано, что оно делает человека богатым, не только материально, а имеется в виду богатым внутри, и печали с собой благословение Божье никогда не приносит. Но что интересно, что Бог в свое время благословил Иуду, но это не принесло ему ни радости, ни счастья. Почему это случилось? Потому что Бог не утвердился в сердце Иуды. То есть, когда Христос призвал двенадцать учеников и послал их на проповедь, Иуда ничем не был обделен. И когда они возвратились, то написано, и бесы повинуются нам. Они говорили о явных милостях и чудесах Божьих. Но я еще раз хочу сказать, что Иуде все это, к сожалению, не оказало никакой помощи, не помогло. Почему? Потому что, я еще раз повторяю, сам Христос, начальник жизни, сам Бог не утвердился в сердце Иуды. Поэтому благословение, которое мы получаем от Бога, это очень хорошо. И мы все любим эти благословения, но что мы должны сделать, чтобы эти благословения не иссякали в моей жизни, но чтобы умножались. Бог благословляет нас, чтобы мы служили благословением для других. Еще раз, Бог благословляет нас, чтобы мы служили благословением для других. Вы готовы сказать аминь? Слава Богу, что Бог вас благословил. Мы не лучше были других, но Он нашел нас. Он призвал, омыл своей кровью наши грехи и приблизил к себе. Но если на этом все остановилось, продолжения, развития не будет. Почему сегодня так много христиан по всему лицу земли? Потому что было однажды зерно, положенное в землю. И поэтому пришло умножение. Потому что воскресенье оно следует после смерти. Библия говорит, что пастырь добрый полагает душу свою за овец. И там, где он это делает, там обязательно будет положительный результат и плод. Это относится к пастырям, это относится к каждому, кто однажды последовал за Иисусом. Я благодарю Бога, что Он всех нас благословил. Но Христос не остановился на этом. И если бы Он остановился на этом, вот эти несколько тысяч, они бы остались бы голодными. Но что сделал дальше Христос? Написано, Он взял пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил, преломил хлебы и дал ученикам своими, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. И еще один стих. И когда они ели, взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, примите, едите, съесть тело мое. То есть, что сделал Христос? Благословил, преломил и всем раздал. В чем я вижу проблему? Современное христианство, оно воспринимает Бога нормально или видит Бога только благословляющим Бога, благословляющим нас, благословляющим. Но когда приходят испытания или трудности в нашу жизнь, мы иногда теряемся, мы не знаем, что делать. Но истина состоит в том, что нам надо пройти через преломление. Христос работает над нами конкретно, чтобы нас изменить. Зависит ли ответ на мою молитву лично от меня? Как получить ответ на молитву? Мы знаем, что для этого надо вера, мы знаем, что мы можем ссылаться на обетование Божие. Все это хорошо. Но Библия говорит еще, что Бог желает отвечать на нужды своих детей, но Он отвечает в свое четкое и определенное время. В чем здесь есть проблема? Когда мы попадаем в трудности какие-то или в трудные обстоятельства, все наши усилия направлены, как эти обстоятельства изменить. Как выйти из этой ситуации? А Бог при этом преследует совершенно другие цели. Он желает изменить нас. Вот здесь наши желания и Бога часто не сходятся. Мы говорим, Господи, доколе? А Бог говорит, как только, так сразу. Люди, попадая в трудные обстоятельства, они борются с обстоятельствами вместо того, чтобы работать над собой. Больше, то они готовы дьявола изгонять, лишь бы моя гордыня не пострадала. Но тот, кто начал работу у вас, он ее закончит до конца. И он наблюдает за процессом. Наша жизнь в Его руках. Есть написано, чаша его, чаша моя, жизнь моя в Его руке. То есть, твоя и моя жизнь в надежных руках Бога. Но чтобы вы были благословенны и успешны в вашей жизни, путь к благословению и успеху он сегодня проповедуется очень здорово, как никогда. Но я хочу вам еще указать на один важный момент для достижения цели и познания этой важной истины. Мы должны пройти через преломление. Смотрите на правоцем наше, в жизнь Авраама. Бог благословил Авраама, скажите, пожалуйста. Совершенно точно. Но он был в свое время серьезно преломлен. Прошел через серьезнейшие испытания. Я напомню одно из них. Бог сказал, возьми Сына Твоего, единственного Твоего, которого ты любишь. Вдумайтесь в каждые слова. Единственный Сын. И это чаяние и любого цеха. И пойди в землю моря и там принеси Его всесожжение на одной из гор, в которой я укажу тебе. И вот они собрались и идут. Авраам даже не представляет, что Его ожидает впереди. Но сердце ныло от боли так, что они шли молча. И с одной стороны, лучше бы, если бы все молчали. Но сын, маленький сын, он был любопытным, как все дети. Лучше было бы для родителей, чтобы он молчал. Но он сказал отцу, который двигался медленными, уверенными шагами, отец, а жертва, то где? Я вижу огонь, дрова. Отец не сказал ему, что слушай, лучше ты меня не спрашивай об этом, потому что сердце мое обливается кровью. Он шел полной веры и сказал, Бог усмотрит всесожжение или жертву на горе. Это был момент истины для Авраама. И наступил момент истины, когда Авраам и Бог встретились на этой горе. И Бог проговорил к Аврааму, слушай, Авраам, не делай то, что ты хочешь делать. Возьми анца или ягненка, который там запутался между ветвями, и принеси его в жертву. Я вижу верность твою. Ты действительно любишь меня. Авраам, пройдя через все это испытание, он не только оказался верен, но он послужил благословением для многих наций и народов. То есть, в чем нужда состояла Авраама? Авраам нуждался только в сыне. Ему нужен был Исаак, а Богу нужен был отец веры, отец для всех народов, о котором Бог сказал, сколько звезд на небе, сколько будет таковым будет потомство твое. Но к этому состоянию Авраам должен был прийти. Или возьмите, допустим, вот обетование в жизнь Авраама, что у тебя будет сын. Это благословение. Они, как бездетные родители, ожидали ответа на эту нужду. Но ожидание затянулось, они ожидали ответа больше 20 лет. Что можно думать в этом ожидании? Или моя праведность не соответствует, или мое поведение, или моя жизнь 20 лет, и один и тот же вопрос, Господи, почему? А оказывается, ответ очень простой. Все это потому, что не дьявол стоит посреди дороги, а только потому, что я желаю из Авраама сделать Авраама. А это все чего-то стоит. И этих целей невозможно достичь, если Авраам не будет серьезно преломлен. Раздать этого человека будет не в состоянии. Он не сможет послужить благословением для потомков. Возьмите еще пример за Моисеем. Он был серьезно преломлен через израильский народ. Сколько раз ее руки опускались, сколько раз, кажется, можно остановиться и оставить все и всех. Он отказывался в самом начале, он искал себе оправданий. Он говорит, Господи, пошли другого, только не меня. Он не желал этим делом заниматься, но тем не менее, это был план Божий. И Бог работал, работал в жизни Моисея. И наступил момент, когда Моисей сказал, когда Бог ему сказал, Моисей, отойди от этого народа, и я его истреблю. И твои страдания закончатся в один момент. Вы знаете, что сказал Моисей? Господи, он сказал так, прости и грех, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Или ты прощаешь, или я умираю за них. Это преломление Моисея. Благословил и преломил. Возьмите еще пример Ионы. Это один, можно сказать, один из первых миссионеров. Когда он был послан на миссию, не все получалось в Ионы. Кроме того, люди, которые путешествовали с ним, они испытывали большие проблемы. И был только один вопрос, почему, почему, почему. И вот когда он оказался в очереве кита, послушайте, за трое суток, Бог его научил больше, чем за все предыдущие годы. Я знаю таковые примеры из реальной жизни. Бывает так, человек посещает церковь, но он долгие годы остается неизменен. А потом вдруг закрыли его в тюрьму, в джел. Проходит сутки, трое, и говорит, неузнаваемый человек. Иногда это способствует прозрению. Безусловно, все это человеку не нравится, но иногда Бог это допускает в нашей жизни. И смотрите, что произошло в жизни Ионы. Когда из немоглого мне душа моя, то есть когда он пришел до точки, когда Иона внутри себя закончился, когда ее фантазии, вы знаете, когда мы попадаем в проблемы, мы с помощью денег, друзей, связей пытаемся всю эту ситуацию максимально решить. Мы иногда кажемся всесильными, и многое у нас получается, но послушайте, если плотно над человеком начал работать Бог, то иногда все наши усилия, они ничего не способны или не в состоянии изменить. Почему? Потому что, еще раз повторяю, мы пытаемся вырваться из трудностей, а Бог пытается выпустить нас совершенно другим человеком. Бог желает изменить нас внутри. Слава Богу за это. Если вы согласны, скажите, слава Богу. Когда из него была во мне душа моя, вспомнила Господи, и молитва моя дошла до тебя. Чтучи суетных и ложных богов, оставили милосердно своего, а я гласом хвалы принесу Богу жертву, что обещал и сполнил. Но учеба Ионы продолжалась, когда он уже проповедовал дни нем и вышел за город, уставший, жара очень страшная. Бог, написанно, очень быстро взрастил растение над ним, и он укрылся в тени этого растения. А потом маленький червь подточил корни этого дерева, и дерево усохло. Как расстроился Иона. Вообще в вашей жизни бывают такие моменты, что вас что-то расстраивает? Невероятно. Он думал, что ее судьба невероятно неповторимая. То, что Иона переживает сейчас, никто никогда в жизни не переживал. А Христос говорит ему, слушай, Иона, ты собираешься быть миссионером? Ты хочешь послужить благословением для многих? Так послушай меня. Тебе жалко растение, которого ты не садил? А мне не помиловать город, который не может отличать левого от правого? Мне ли не пожалеть Неневию? Ты расстроился, что я их люблю? Ты недовольна, потому что я их помиловал? Но в конце концов, я же Бог. Иона, пойми это. И продолжай учиться. И продолжай учиться у моих ног. Я не так давно проповедовал за апостола Петра. Вы помните тоже, как он был изменен? Как он был преображен? И когда наступил момент, и он начал проповедовать, от первой проповеди 3000 покаялась. Пришло время раздачи, но было время подготовки. Смотрите, какой он был непоседа. Каким он был пылким. Вы помните, как он решился на такой подвиг, когда обратился к Иисусу и говорил, Господи, я хочу идти по воде. Я хочу чудеса видеть. Господи, меня это все не устраивает. Господи, дай мне больше. И Христос ему говорит, иди. Но трудно представить состояние Петра, когда он начал тонуть. Это еще не все. Потом Христос ее поднял, и он уже совершенно мокрым возвратился на эту лодку. Вы представьте, как он выглядит неловко в глазах всех учеников. Ну, казалось бы, Петру, сиди тихонечко, плывешь себе и плавай. За спинами других. Нет, ему хотелось вот это, что-то такое видимое, особое. И Христос допускает все это. Конечно, это было, можно сказать, испытание для его гордости. Но когда я смотрю на Петра, он отчасти мне нравится тем, что я прихожу к выводу, что лучше быть мокрым вблизи Иисуса, нежели сухим далеко от Него. Иногда мы, просто что-то пытаясь делать, начинаем или предпринимаем тонуть. Но если в вашей жизни будет продолжаться поиск, вы непременно переживете реальную встречу с живым Христом. Слава Ему в веки веков. А дальше вы помните, если все отрекутся, то только не я, а потом позорное отречение. Но Христос в трудные минуты жизни Петра не оставил. И после воскресения свое сказал, скажите ей, Петру, что я жив и ожидаю тебя в Галилее. О, как это видоизменило этого апостола Петра. И когда он начал проповедовать, то Бог его так могущественно употребил, что он стал благословением для многих. Слава Богу! Все это, то, что я говорю, относится к Иисусу Христу. Не случайно христианский мир совершает преломление. Не случайно. Христос через все это лично прошел. Вот смотрите, как начиналось ее служение. Написано о нем так. Матфея 3,17. «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот представьте себе, вы слышите такое пророчество. «Сын мой, я рассчитываю на тебя, мое благоволение к тебе, я буду использовать тебя». Безусловно, это нам приятно слышать. Но что было после этого пророчества, после этого откровения? Пустыня. Пустыня. И невольно возникают вопросы. «Господи, что случилось? Почему это происходит в моей жизни? Господи, где же Твое благоволение? Где Твоя помощь?» Но все это надо было бы пройти, надо было пройти Иисусу. И наступил момент, который мы вспоминаем сегодня, когда Он, взмолившись, сказал, «Господи, Господи, для чего Ты оставил меня?» Это был вопль со креста, вопль с Голгофы. И что удивительно, благословляющий был отвергнут, был оплеван, был распят людьми. Скажите, Христос был благословлен? Он был. Но еще раз повторяю, благословляющий был растоптан, был отвергнут, над ним глумились и над ним смеялись. Самое удивительное все в том, что Он мог изменить ситуацию. Он мог избавиться от своих врагов, Он мог их рассеять. Я уже говорил, когда у нас есть возможность изменить обстоятельства, мы их меняем, но иногда Бог их снова усложняет и делает все возможное, чтобы ты из этих трудностей не вышел, не потому, что Он желает боль причинить тебе, но Он желает изменить человека внутри. Слава Богу! Слава Богу за Его работу над нами! Поэтому часто-часто вместо того, чтобы нам просто смириться, чтобы нам просто смириться пред Богом, мы начинаем суетиться, мы начинаем злиться, мы чувствуем массу неприятностей, испытываем и неудобств. И он говорит, «Господи, где Твое обетование? Господи, почему Ты не слышишь меня?» мы удивляемся, мы удивляемся, почему это происходит. Часто люди живут не в прощении и говорят, «Господи, когда Ты ответишь на мою нужду?» А Бог говорит, «Как только так сразу, как только Ты закончишь вот этот урок, как только этому Ты научишься, я сразу буду менять Твою ситуацию, я изменю Твое здоровье, я исцелю взаимоотношения, я изменяющий Бог. Слава Богу!» Я не знаю, у Вашей жизни бывают какие-то сложности или нет, Вы проходите через какое-то преломление, я этого не знаю, но Вы знаете лучше свою жизнь. Иногда, когда слушаешь рассказы, как люди живут, послушайте меня, когда люди говорят о своих проблемах и нуждах, слушаешь все это и думаешь, так может подстроить только Бог. Так может подстроить только Бог. Но попадая в какие-то сложности, вы знаете, что делаем? Мы готовы поднять всю Америку, чтобы все молились обо мне или о нас. Господи, защити, Господи, помоги. А Бог говорит, «Как только так сразу, как только я достигну своих целей в Тебе, как только ты будешь преломлен, как только будет сломлена твоя гордыня, все изменится вокруг Вас, Вы будете влиять на обстоятельства, Вы будете иметь благословенную, плодоносную жизнь». Поймите, что только через страдания мы узнаем себя, кто мы есть на самом деле. У вас было время, когда вы проходили через разочарование, преломление или борьбу. Это такое состояние, когда вы в больнице, а к вам никто не пришел. Когда вы готовились петь целую неделю, а вам не дали спеть, или еще хуже, проповедь не дали. Это маленькое, но это преломление. Вы вложили всю душу, а в результате кажется вам, что вам наплевали в эту душу. Как часто бывает в нашей жизни, что мы, когда попадаем в подобные ситуации, мы начинаем волноваться. В результате не сдаем экзамен, и все начинается сначала. 40 лет вокруг горы, 40 лет одно и то же. Почему? Потому что Бог желает ввести человека в область обетований Божьих. И мы говорим, Господи, Ты обещал, а Бог говорит, как только я достигну своих целей в Тебе, все мои обетования исполнятся в Твоей жизни. Наша жизнь в надежных Божьих руках. И Бог говорит, с великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Трудно сейчас встретить такого человека, который бы радовался, только потому, что есть неприятности, которые пришли в их жизнь. Но я еще помню вот это свидетельство, когда брат тут свидетельствует о служении слепым, и он говорил удивительные вещи, что некоторые слепые благодарят Бога, что они слепые. И он отвечал, почему? Потому что, если бы не наши слепые глаза, мы бы никогда бы не пришли к Богу. Мы бы никогда бы не уверовали в Него. Но слава Богу, что Он пришел в нашу жизнь. Безусловно, для нас лучше, чтобы Христос открыл им глаза, и они оставались такими, какие они были, без Бога и без спасения. Но Бог говорит, что Он так возлюбил душу человека, что за нас, за наши души, не за наши какие-то телесные моменты, но за наши души, Он отдал жизнь свою на Голговском кресте. Поэтому Библия говорит нам сегодня, в утешение наше, мы еще не до крови сражались против греха. Одно знаю, что страдания наши, они кратковременные, они быстро проходят, и в этом утешении, христиан, чтобы мы не унывали. Но мы твердо должны знать, что сталь закаляется в огне. Сталь, она и потому сталь, что она проходит через огненные, серьезные испытания. Слава Богу! И последнее, что сделал Христос, и написано, и всем раздал. И когда они раздавали, пришло умножение. Ни раньше, ни позже. И когда они начали раздачу, случилось так, что хлеб и рыба не убывало, накормили всех, и еще собрали 12 коробов той пищи, которая осталась. Это было чудо Божие, не так ли? Нам всегда хочется, чтобы Бог нас кормил. Но нам не хочется проходить через процесс, о котором я сегодня говорю, благословил, преломил и всем раздал. Но если бы Христос не прошел через все это, мы бы никогда не знали друг друга. Мы никогда бы не были бы здесь. Да, человеку иногда это больно, но всегда это во благо человеку, если человек принимает это со смирением, если человек способен пройти через это, доверяя Богу. Поэтому я верю, что когда мы будем раздавать, пополнение придет в нашу жизнь. И источник, который открыл Бог в тебе, он вас никогда не иссякнет. Но Бог благословил нас, чтобы мы служили благословением для других. Поймите, что мы никогда не сможем сострадать людям в их горестях и печалях, если мы не проходили через все это. Мы будем далекими, осуждающими и черствыми христианами. Но благодаря страданию мы учимся состраданию, мы учимся понимать других. Библия говорит о Христе. Мы имеем такого первого священника, который не может сострадать нам в немощах наших, который не, не может, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Христос единственный, который проходил через то, через что ты проходишь. Он был испытан во всех обстоятельствах, трудностях, но тем не менее, он был искушен во всем, кроме греха. Поэтому блажен человек, который сила в тебе и в которого сердце стези направлены к тебе. Проходя долину и плач, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Вот что я верю, как христианин, послушайте, реальное преуспевание приходит после преломления. И если вы на грани преломления и кажется, что ваши жизни закончились, запомните, что Бог ничего не посылает сверх сил. Он наблюдает за процессом, и Он заинтересован тебе помочь. И когда вы будете верны, проходя через эти испытания, вы получите ответ и помощь с той стороны, где вы не ожидаете. И в той сфере, откуда вы и не думаете. Но Бог, Он есть отвечающий Бог. Библия говорит, взывают праведники, и Бог слышит их. И от всех неприятностей и скорбей отвечает, избавляет их. Итак, от чего зависит ответ на мою нужду? Зависит ли ответ этот лично от меня? Я хочу вам сказать, что да, зависит. Почему иногда Он зависит от нас? Потому что, попадая в сложные ситуации в нашей жизни, мы все силы и энергию направлены на то, чтобы изменить обстоятельства. А Бог заинтересован изменить нас. Богу нужен Исаак, как и он нужен был Аврааму, но больше всего Богу нужна наша вера. Наша вера, чтобы стать отцом для многих народов. И так, проходя через испытания, какие ваши действия и шаги, вы беретесь с обстоятельствами и направляете свои силы, чтобы изменить их, или вы приближаетесь к Богу? Вы пытаетесь изгонять дьявола, или вы работаете над собой? Безусловно, есть пути, которые человеку кажутся легкими. Люди предпочитают, чтобы все изменялось за один день. Вот и знал дьявола, и жизнь успокоилась, человек стал новым человеком, все стало нормально. Но послушайте, процесс над собой, это процесс не одного дня. И трое суток здесь человеку вряд ли поможет. Но тот, кто начал работу у вас, он ее закончит, если вы будете согласны. Да будет имя Бога благословенно. Во имя Иисуса Христа. Заканчивая еще раз хочу сказать, благословил. Он уже благословил. Аминь. Преломил. Еще не всех. Еще не до конца. Но Божья работа продолжается над нами. Слава Богу! Наша жизнь в надежных руках. И когда мы будем преломлены, Он обязательно раздаст. Он найдет время и место, где вас использовать, где нас использовать. И мы послужим благословением для многих поколений, для своей семьи и для своей церкви. Пусть вас благословит в этом Бог. Аминь.